Девушки отдыхают Я их спрашиваю, ребят, веслами подгребывали? Они говорят, ты чего, дно сломалось, мы бежим в этой лодке Вот дурноты, полная страна Почему? Теория моя одна Пытливость ума, соображалка, творчество рациональное не работает полушария В газете читаю, продается мотоцикл после столкновения с Белазом Все документы в порядке В газете продается дачный участок Летний домик, огород, кусты, сад, туалет, все плодоносят На двери дома В спальном районе Москвы В период с такого-то по такой-то На вашем доме будут производиться фасадные работы Методом промышленного альпинизма Убедительная просьба веревки рабочим Не резать А это по части сокращений Ну, гениальное про объявление прочитал Срочно ищу работу Няня Педобраз 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 это сокращенно педагогическое образование Я понимаю, но я бы не хотел, чтобы у меня няней Был педобраз Я вообще считаю, что мы не зря смеемся Я считаю, еще раз настаиваю Юмором Можно решить множество проблем Через границу в Польше с Беларуси переезжала наша туристическая группа И поляк-таможенник держал долго на границе Поляки не любят наших Любят держать Любят задерживать Нервировать Кто-то не кричал на поляка-таможенника Кто-то говорил Я буду жаловаться И вот один только наш турист Решил с юмором Разрешил эту ситуацию Он подошел к таможеннику и спросил Скажите, пан знает, когда немцы напали на Польшу? И тот от неожиданности растерялся Ответил правильно Да, в 1939 году А что? Второй вопрос был еще неожиданнее Неожиданнее А пан знает, когда немцы напали на Беларуси? Да, в 1941? А третий вопрос был неожиданным даже для наших туристов А пан знает, где были немцы все это время? Все растерялись Поляк ответил Не знаю А нашему сказал Они оформлялись на таможне в Польше Помните, любая проблема может быть началом пуди к успеху Если к ней относишься с юмором Извините Все